Вот, видите, ОА, Ольга Александровна. Где вы еще в Петербурге встретите камин с дудками и бубзом, и с нотами? Вот здесь раньше, видите, располагались конюшни непосредственно, да? То есть отсюда вылезали, вылезали, выезжали экипажи, которые обслуживали нужды этих замечательных людей. Они начали распускать слухи о том, что Георгий Лихтенбергский, ну, импотент. Почему? Потому что это было еще одно возможное условие для расторжения брака. Эскадрон ночью был выведен самовольно, командиром по тревоге. Причем некоторые пешие офицеры вскочили на коров, попавшихся им по дороге на царицу Мулук. Ну что ж, друзья мои, вы смотрите на герб дома Альденбургских, который состоит из множества княжеств, из которого этот дом состоял. В принципе, я уже рассказывал про Альденбургских. У нас был специальный выпуск, где я ходил с гребнем. И мы заканчивали возле училища правоведения, которое появилось как раз-таки благодаря одному из Альденбургских. А здесь мы с вами будем говорить про Петра Александровича Альденбургского, за которого вышла замуж Ольга Александровна. И надо сказать, что судьба ее была, по мнению некоторых, не очень счастливая. А мой-то взгляд, в общем-то, она прожила не самую плохую жизнь, потому что она, в отличие от многих других великих музеек Егень, была женщиной, ну не то чтобы прям очень простой, но гораздо проще, чем ее коллеги по дворянско-романовскому цеху. Мы находимся с вами возле особняка, который называется Особняк Борятинских, или последний дворец Ольги Александровны. Сейчас здесь находится, как вы видите, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, благодаря чему мы здесь и будем с вами сегодня гулять. Ну, а благодаря чему еще мы с вами гуляем, я вам скажу, конечно же, за кадром, потому что, да-да, спасибо проекту «Открытый город». «Открытый город» – это совместный проект Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории культуры и Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории культуры. Здесь не проводят экскурсии по общедоступным местам Санкт-Петербурга, а открывают двери самых красивых особняков, в чем вы могли уже убедиться, шикарных дворцов, знаменитых усадеб, знаковых сооружений промышленной архитектуры, которые недоступны для свободного посещения. Приходить на эти события может любой гражданин России, зарегистрированный на сайте проекта. А адрес сайта вы можете найти в описании под этим выпуском. «Сразу хочу обратить внимание на цвет фасада этого особняка, который, кстати, был построен по проекту сразу трех архитекторов. Они пристраивали крылья. Ну, возможно, наиболее известный для вас – это Гарольд Босса, которому я сегодня пару слов скажу. Фамилии двух других – это Мерц и Диммер, менее известные знатокам даже архитектуры. Так вот, если мы посмотрим на революционные фотографии, причем не только великокняжеских дворцов, но и здания Сената и Сенота, и, ну, Мариинский дворец, великокняжеский дворец, арки главного штаба, я уж молчу про Зимний дворец и все остальное, то они все выглядели примерно вот так. Они все были покрашены вот такой цвет, причем, обратите внимание, даже колонны. Колонны были не высвечены. Но изначально, как и Зимний дворец, как и все остальные дворцы, этот сомняк был другого цвета, какого мы с вами увидим буквально вскоре на лестнице, потому что там сохранилась репродукция, демонстрировавшая, демонстрирующая, как оно выглядело. И почему так произошло, я до сих пор не знаю. Ну, самая известная байка – это то, что Кайзер подарил Нике Багон Сурика, и он не знал, куда его деть. Ну, это, понятное дело, народная байка. А вот рационального объяснения я до сих пор так себе не нашел. Может быть, кто-то из вас знает ответ на этот вопрос. Зачем так? Потому что все выглядело максимально брутально. У меня там целая библиотека для вас припасена. Но начнем мы вот с этой книжки. Есть большая серия этих книг. В принципе, Бройтман и Дубин, ну, Арсений Дубин «Царствие в небес» уже не с нами. Написал и про Фурштадскую, и про Кирочную, и, в общем-то, про Захаревскую. Ну, в принципе, про все вот эти окрестные улицы. И он начинает повествование об этом доме словами, что с владельцами этого дома связано несколько семейных историй, светских интриг, даже скандалов. На самом деле, если даже серьезный исследователь пишет о таком, то я могу об этом заикнуться, потому что историй про владельцев этого особняка хватило бы не только на несколько фильмов, а на несколько сериалов. Вот уж реально скандалы, интриги, расследования. И начнем мы свой рассказ с человека по фамилии Апрелев. Он был вообще по артиллерийской части изобрел такую потаенную машину для того, чтобы заделывать каверны во время, соответственно... Здравствуйте, да, у нас все согласовано. Ведут сейчас они? Кто? Встретят вас? Нет, нас уже встретили, мы уже снимаем. А, снимаем. Да, Елена Владимировна нас встречала, да, все нормально, да. Он изобрел потаенную машину для заделывания каверн. Во время выстрелов орудий они могли разрываться. И вот, чтобы быстренько латать, была им придумана специальная технология. Вот здесь раньше был такой мини-зимний сад. На самом деле, на что нам намекает вот эта ротонда, оформленная в классическом стиле, это попытка как раз в начале 20 века особенно вернуться к истокам нашей классики. Ну а вот тут мы видим непосредственно, видите, мы видим, видите, фасад, цвет изначальный этого здания. Ну и стоит год основания торгово-промышленной палаты. Понятное дело, начался НЭП, появилась-то эта палата. Сейчас здесь у нас только ангелочек. И этот апрелев, он был замечен Павлом Первым, который предложил ему возглавить артиллерию в Гатчине. Но тот понимал, что он больше нужен Арсеналу и порекомендовал одного своего подопечного, фамилия которого была, как вы думаете, какая? Да-да, Аракчеев. Собственно, он дал дорогу этому самому Аракчееву. А затем он служил уже при генерале фельдцейхмейстере Михаиле Павловичем, младшем сыне Павла Первого. Ну и вот с сыном его случилась одна жуткая история. Я сначала заглянул, вот видите, сколько у меня тут книг всяких разных, мы так крутанемся и здесь еще окажемся. Я сначала загляну в свои подсказки, потому что у меня, например, есть письмо Пушкина, которое он писал своей супруге в 1836 году, 18 мая, из Москвы. И он пишет, твои петербургские новости ужасны. То, что ты пишешь о Павлове, помирило меня с ним. Я рад, что он вызвал апрелева. У нас убийство может быть гнусным расчетом. Оно избавляет от дуэля, от дуэля. И подвергается он одному наказанию, а не смертной казни. Причем в сноске на официальном сайте, где собраны все письма Александра Сергеевича Пушкина против Павлова стоит звездочка и написано «Некий Павлов». Ну, естественно, серьезные исследователи написали, что он был не некий Павлов. А тут даже есть его чин какой-то, если бы я его еще нашел. Это глава семейства. Тра-та-та. Вот, да. Чиновник артиллерийского департамента Николай Матвеевич Павлов. А вообще, чтобы вы понимали, как пишутся такие книги, вот прикиньте, я бы вам сейчас вот все бы по пунктам зачитывал. На месте дома номер 46 до 1775 года располагался двор инженер-капитана Германа Герасима, в кавычках фон Гревенца. Тот продал его доктору Ивану Андреевичу Уиттенбору, а у сына последнего в 1782 году его купил обер-крикс-комиссар Карл Иванович Гакс. Кстати, кто такой крикс-комиссар? Это ведомство, которое в дальнейшем получило название интенданство. Ну, короче, столовая служба. Следующим владельцем стал семья банкира Фредерикса Густав Александр. С конца 1790-х, около 10 лет, дом принадлежал Галиневскому, а затем сменил еще двух владельцев, кальевского асессора Павла Данаурова и жену генерал-майора Фирсова. Наследники Фирсовой дома. Дом принадлежал до 1746 года. В том же году записан новый владелец князь Александр Борятинский. На самом деле в таком духе, допустим, оформлен проект «Узнай Москву» в столице. То есть открываешь какой-нибудь дом, и там такая простыня, ненужная абсолютно информация. Все, что нас здесь интересует, на самом деле, это последнее имя, фамилия Александр Борятинский. Александр Иванович Борятинский, о котором мы с вами будем говорить. Так вот, в юном месяце апреля, этого апрелева, этот Павлов заколол кинжалом на пороге дома. Прикиньте, какие страсти. Почему это произошло? Потому что апрелев соблазнил его сестру, стал с ней жить, она родила ему двух детей. Он всячески ее охаживал, обещал жениться, но так и не женился. И Павлов предбредил, причем и мать этого апрелева, что если он на ней не женится, то он его убьет. Что и случилось. Сначала Павлова рассматривали просто как немотивированную убийцу, но затем он написал письмо царю, и тут вскрылись вот эти все подробности. Именно после этого как раз Пушкин пишет своей жене о том, что ему даже Павлова несколько жалко. Причем этот самый Павлов, он был разжалован, и был в Российской империи такой момент, как гражданская казнь. То есть когда над вами надламливали шпагу. Например, Чернышевского так казнили в нынешнем саду Овсянникова, вокруг которого мы все никак не снять проходку. Так вот так Палач ему эту шпагу сломал, что практически убил этого Павлова. У него была какая-то рана, и он в итоге так и не выжил. Такая печальная история. Это вам для затравочки. И это не последняя страсть, которая здесь творилась. Ну вот давайте мы, допустим, рассмотрим этот. Сейчас бы мы сказали кабинет. На самом деле это не кабинет. Более того, вот эти на потолке, нам кажется, что они сделаны из дуба. Нет, это крашеный гипс. А вот этот дуб. Ну и здесь, понятное дело, портрет последней владелицы, великой княгини Ольги Александровны, которая, кстати, сама была художницей, и мы об этом с вами будем говорить. А вот как это помещение выглядело ранее. Видите, люстры, какие сейчас они, конечно, немножко по-другому выглядят. Каминная решетка здесь видна. Вот она стояла здесь. Ну и в данном случае отдана дань нашему прекрасному императору Петру Алексеевичу. А мы тем временем продолжим наш рассказ про следующего владельца, точнее владельцев, коих звали Александр Иванович Борятинский и Владимир Иванович Борятинский. Значит, Александр Иванович владел этим особняком только часть его. То есть он на тот момент еще был не соединен воедино. Вот это крайне интересный зал, причем сохранились древолюционные фотографии, как это выглядело. Это уже на самом деле переделка архитектора Кричинского для непосредственно Ольги Александровны и Петра Александровича Альденбургского. Потому что, ну как вы видите, это стиль модерн во всем его великолепии. Особенно читается он вот здесь, в этом камине, на примере этого камина. И видите, здесь сделано специальное зонирование. Потому что здесь у нас есть эркер, с которого простреливается, просматривается вся улица. Ну, товарищ оператор, ну зайдите, покажите же людям, какой вид открывается на улицу. Что вам все подсказывает-то? Вот, взгляните. То есть, в принципе, виден Таврический сад. Там справа дом, где была последняя квартира Зинаида Гиппиус. Ну, а напротив, вот этот вот дом, мы там сами окажемся, забегая вперед, хочу сказать, что он тоже принадлежал Ольге Александровне и уже ее следующему супругу Куликовскому. Так вот, сразу, пока мы здесь находимся, ну, я вам подставлю пару фотографий, допустим, как этот... Хотя, в принципе, даже, видите, тут не надо подставлять. В чем прелесть, смотрите. Тут все есть. Ребята, мы сэкономили оператору немножко телодвижения на монтаже. Вот. Стоят, обратите внимание, растения. Это нормальная история. Люстра, кстати, обратите внимание, сохранилась. И вот здесь... Вот виден этот теркер. Вот здесь, но здесь не читается, это портрет вообще Ники Александры Федоровны. А вот этот столик, это табль, специальный чайный столик очень известного европейского мастера, фамилия которой я больше забыл. Обратите внимание еще вот на эту свинку. Я сейчас вам задам... Да, очень много картин. Часть из них, кстати, была непосредственно Ольге Александровне, принадлежавшей и ей же написанными. Вот так вот я выкрутился из этой сложной ситуации. Здравствуйте. Где же, где же, где же, где же. Значит, к Великой Княгине очень часто сюда по воскресеньям приезжали дети непосредственно ее родного брата Николая, ну и, понятное дело, Александра Федоровны. Это были дочки их. Значит, сначала они заезжали к вдосовщей императрице в Ничков дворец на Невском, потом, кстати, мы, возможно, окажемся. А затем они прибывали сюда, и вот понедельник, пишет одна из них, Ольга Александровна, полная тезка, да, Ольга Александровна. 6 января. Поехали к ней. Туда же приехал Шурик, в моей любимой черкесской, как всегда, Зборовский, Юзик, Белый, Скляров и Николай Иванович Золотарев, и барон Унгерн-Штернберг. Пили чай на балкончике, имеется в виду вот этот эркер. С Шуриком сидела, за обедом тоже, как всегда, Скляров. Еще были Куликовский, это непосредственно супруг Ольги Александровны, Дина Косяковская, это фрейлин, за которым ухлестывал один из великих князей, но это другая история. Герцогиня Лихтенбергская, про Лихтенбергских мы еще поговорим с Сашей Колей, Надей, в общем, дальше. В зале играли в разные игры. Жгут, индюшку, щетку. Что за игры под названием Жгут, индюшка, щетка? Ну, то есть, это какие-то побегушки, да, древесионные, но вот, нет, понятно, что можно загуглить, я бы мог это сделать за вас, но мне хочется, чтобы вы это написали. Били по рукам коршуны и кроли. Вуаля. Дорогая, сегодня у нас игра в коршуны и кроли, я буду бить тебя по рукам. После обеда постояли, поговорили, пошли учить казаков караяну. Ну, караяну, это, короче, такой был модный эстонский танец в то время. Матросы с полярной звезды танцевали на пикнике, потушили лампы, в темноте возились. Вот, кстати, в темноте возились. У Николая, ну, тогда еще в Нике, в дневнике у него была такая фраза, когда воздержал Пашистинский, мило повозились. То есть, на самом деле, совершенно не нужно под этим подразумевать сексуальную утехию. Видите, они пишут, повозились. Да, и есть фотография, которая сделана непосредственно здесь, где вот сидят великие княжны как раз со своим окружением. Все вот эти детали очень характерны для стиля модерн. Но вот героя, которым мы сейчас будем рассказывать, он, конечно же, всего этого не застал и застать никаким образом не мог, потому что он вообще-то был ну, почти однокашник Мишеля Лермонтова. Александр Борятинский, как и его младший брат Владимир, они происходили из древнего княжевского рода, там, какое-то за двадцатое колено от Рювиковичей. Названы они так были по селу Борятино. Есть вот такая замечательная книжка «Покоритель Кавказа», князь Борятинский, автор Муханов. Но, забегая вперед, хочу сказать, поскольку у меня есть еще вот такая книжка в руках, Яков Гордин «Кавказ, земля и кровь», я ее купил еще в нулевые годы, пытаясь разобраться в ситуации вот с Чечнёй, Дагестаном и так далее в исторической перспективе. И вот чем отличается книга, написанная двумя историками, но у одного из которых есть литературный талант, а у второго его нет. Ну, просто интересом во время чтения. Вообще, Яков Гордин написал еще две книжки программные для любого гида, которые вводят экскурсии по Петербургу, Екатерининский век и Пушкинский век. Я настоятельно рекомендую их прочитать, потому что там есть по сути вся фактология, которая вам нужна для освещения эпохи заявленной. Екатерины и Пушкинская эпоха, это конец царствования Александра I, ну и в общем часть царствования Николая I. И в этой книге здесь есть масса интересных подробностей. Я не буду рассказывать про то, как происходили действия на Кавказе, это отдельная история. Я расскажу, почему он там оказался на Кавказе. Отец его интересную программу выбрал ему для воспитания, у него там был целый вообще набор пунктов. Один из них говорил о том, что ему нужно было купить три маленьких верховых лошади, на которых он будет по очереди ездить без седла. И вот благодаря этому маленький Саша Борятинский, он как-то сразу же приучился сидеть на лошади и понятное дело, что когда он оказался на Кавказе, вот это умение сидеть на лошади без седла, сидеть без седла, оно ему очень пригодилось. И за что же он попал? За разные шалости. Например, к нему приехала, к его матери приехала знакомая, а князь, естественно, был дико похож на мать на свою, и тот, ну и как тут написано, в доме росла молодая дама, близко знакомая княгине, которая почти каждое утро навещала свою гостью, когда та еще одевалась. Молодой повеса был неравнодушен к подруге матери. Что значит неравнодушен подруге матери. Короче, он оделся под мать, заставил камерийскую надеть, постучался к ней в дверь, та спросила, кто это, он голосом матери сказал что-то, Яна сказала, антре, антре, войдите. Он зашел и, по любому случаю, поцеловал ее щелкой и убежал. Ну, естественно, это не осталось незамеченным. Дальше он, ему было 17 лет, он в царском селе. Тут тоже как-то, понимаете, странно сказано, увлекшись каким-то хорошеньким личиком, в то время еще 17-летний мальчик и не замечал, что с балкона какой-то дачи на его атаки смотрело целое общество. Что значит атаки хорошенького личика? Переведите мне историческое сахарного на наш бытовой. Так вот, вроде как там даже был глава кавалергардов князь Апраксин, который крикнул ему, молодой человек, не отчаивайтесь, все хорошо, у меня в ваши годы было 4 подруги в 17 лет. Вот так вот они бравировали. Дальше князь Александр Иванович, когда он вышел из школы Юнкеров, где он учился как раз с Михаилом Лермонтовом, вообще Лермонтов ему посвятил стихотворение госпиталь, которое в приличном обществе цитировать невозможно. Но там он заявлен как Б и кратко Б. То есть это Борятинский. Он, пользуясь тем, что он очень похож также на родственников своей матери Келлеров, напялил себе усы, одел форму, приехал в эту школу, его там встретили, поверили, что он это он. И он приказал привезти своего младшего брата Владимира. Когда тот пришел, начал обхаживать, а тот его не узнает. Он ему шепнул, что дурак не узнал меня. Тот совершенно опешил, но тот, пользуясь замешательством, выскочил. Давайте мы сейчас перейдем в следующий зал потихонечку. красота неописуемая. Здесь очень удобно. Видите? С одной стороны, обратите внимание, что здесь у нас изображены, ну, можно было бы, конечно, сказать, что это грифоны, но судя по всему, это все-таки крылатые львы, причем с грудями. Наверху, обратите внимание, это у нас вак. Вот у него по бокам такие свисающие грозди винограда. Ну, в общем, здесь опять-таки показана фотография этого помещения, как оно выглядело ранее. Люстры изменились, но очень близко стилизованные сейчас висят на их месте. Озорничали они очень жестко на самом деле. Ну, во-первых, естественно, вот эти понты ребячьи один раз, они с Лермонтов, ну, была компания, в которой Лермонтов сказал, что человек может переносить только душевные страдания, физически не может. И тогда Борятинский подошел к лампе, на которой был такой стеклянный колпак, раскаленный, схватил ее, взял и стал ходить с ней по комнате, потом вернулся и спокойно поставил, практически пропоров себе кожу ожогом. Ходил потом два месяца в повязке. Ну, знаете, анекдот про последние слова в черном ящике в джипе. в Америке о май гад, во франции о мон дио, в России. Смотрите, пацаны, как я умею. Вот ничего не меняется с тех пор. Дальше, чем он занимался? в джипе. Так, ну, про проказы я уже сказал. Его посадили даже за какие-то шалости на гауптуахту, он ее обставил на свой вкус и цвет. Рядом был воспитательный дом, это дело было в Москве, то есть, судя по всему, где-то рядом с Москвой рекой. И там, поскольку уходили представители слабого пола, он так подгадывал момент и кидал у них камушки специально и наблюдал, как они недоуменно наклонялись. Такие у него были проказы. Дальше они похоронили одного из командиров кулигарского полка очень интересным образом. Его назначили, они были с этим не согласны в день его рождения. Они наняли траурную лодку, сами нарядились факельщиками и, проплывая мимо его дачи, стали отрубить какой-то печальный горн. Все всполошились на даче, спросили, что это такое. Ну и подосланный специальный человек сказал, что это хоронит мужика. Они тем временем лодку умыкнули, быстренько переоделись, прибежали на эту дачу, смешались с гостями и наблюдали за этим всем. Ну, понимаете, такими вещами человек занимался. Понятное дело, за совокупность этих действий его сослали. Тем более, он тогда назывался волочица. Сейчас мы называем просто по баллам, но тогда было более крутойное слово. надо сказать, что на Кавказе он, допустим, уже в одном из первых боев получил пулю в правый бок, которая пробила ему кость и, собственно, там, в этой кости до конца его дней и сидела. Дальше еще в одном из боев пулю в голень ноги, но до конца оставался в строю, за что впоследствии был огражден орденом Святого Георгия в той степени. Ну и, в общем, забегая вперед, надо сказать, что Борятинский это был тот человек, который взял Шамиля в плен. То есть он поставил вот эту временную, по крайней мере, точку в этой Кавказской войне и вот в той книге, которую я цитировал в самом начале, там авторы говорят, что ни его современники, ни его потомки, ни современные исследователи не считают его каким-то выдающимся полководцем и обладающим какими-то выдающимися соответственно навыками управления. Вот герой нашего рассказа Александр Иванович Борятинский с такими мощнейшими бакенбардами, но это мода тех времен. Есть еще возможно здесь будет, а посмотрите, какой он молодости был, о боже. Тонкий стан. Как перед таким устоять? Непонятно совершенно. Вот такого портрета Александра Второго я не видел, скажу честно. Он здесь похож на колобка. Александр Второй был одним из самых красивых вообще-то людей Европы среди правящего дома. Вот он, князь Борятинский во главе русских войск на Кавказе. Но на этом история не закончилась. Что произошло дальше? Борятинский бывшей молодости одним из первых дон-джуанов всегда производил на женщин неотразимое впечатление. Красивые женщины постоянно окружали его. На советских приемах и баллах начальник главного штаба армии завистью писал, что князь умел смело и легко занимать своим руководством разговором целый дамский салон. Говорили даже, что на Кавказе существовало меткое выражение, что женатому офицеру нужно бояться больше Борятинского, чем горцев. Это особенно касалось тех, кто приезжал с молодыми женами. И как воду глядели, потому что у него был подчиненный по фамилии Давыдов. И этот Давыдов был женат на как же звали-то грузинку эту Арбелиане в девичестве. Но, кстати, посмотрите, перед этим он еще у него был грудкий роман спадчерицы генерала Верзилова Эммой, замужественный Шангирей, прозванный за свою яркую красоту розой Кавказа. Известно, что к ней неравнодушен был и друг Александра Лермонтов. Ну и, собственно, Борятинский эту розу сорвал. Да. И более того, это ему стоило 50 тысяч рублей, которые он потом этой розе подарил. Дальше Александр Иванович считал грузинок эталоном женской красоты на Кавказе. И вот у него еще были романы с Александрой Меликовой и Анной Мирской. Ну и вот потом вот этот Давыдов. Жена его, как вот писал Милютин, это военный министр, который, кстати, затеял военные реформы, из-за чего потом разошелся очень сильно с Борятинским. Она была вовсе некрасивая женщина, но Витте вспоминал, что княжная Арбелиания была невысокого роста с довольно обыденной фигурой. Что такое обыденная фигура? Может, обычная фигура? Ну и дальше, друзья мои, я думаю, что она представляла собой тип кошки, писал Сергей Ильич Витте, наш будущий министр железнодорожного транспорта, как мы еще рассказали. А потом министр финансов ведший у нас золотой стандарт. По словам Милютина, Борятинский всем говорил, что занимается докончанием ее воспитания и развитием ее ума, чтением серьезных книг, для чего она и проводила у него целые вечера с глазу на глаз. Странные эти педагогические занятия были известны всему городу. Дорогая, пойдем ко мне, у меня музыка хорошая, у меня отлично есть роман, с тобой почитаем. А муж ее, Давыдов, Борятинский кормил его завтраками на тему того, что тот может получить повышение званий, поэтому он это глаза закрывал. Но, когда он понял, что это все завтраки и никакого повышения не будет, он просто разозлился. И тогда, что сделал Борятинский? Он взял эту жену и увез ее в Европу. Похитил. Просто похитил по дочерско-кавказским традициям. И там они на самом деле, забегая вперед, обвенчались. Приискакал туда этот Давыдов и Милютин пишет, что странная, почти комическая дуэль с бывшим его адъютантом Давыдовым, развод последнего женой и женитьба князя Борятинского. Это новости. Ну и вот этим на самом деле князь Борятинский больше всего прославился. Тут есть очень интересная деталь. Мы про этот зал конечно же расскажем, потому что это один из самых вообще впечатляющих залов в стиле рококо или рокайль. Здесь проходили концерты и даже домашние спектакли в эпоху непосредственно Ольги Александровны, о чем я пару слов скажу. Но дело в том, чтобы Борятинскому получить развод, ему нужно было естественно обратиться в консисторию. А я уже рассказывал об этом неоднократно, что такое было получить развод в те годы. Но опять-таки почитайте Анну Каренину Льва Толстого. Так вот, одним из самых распространенных понятных способов было доказать прелюбодеяние. Но проблема в том, что для того, чтобы доказать, нужно было два свидетеля. То есть два свидетеля, которые пришли бы в суд консистории и сказали, да, мы видели, как это происходило. То есть мы там стояли со свечками, а они этим занимались. И вот здесь приведен реальный документ, на основе которого консистория дала ему развод. И в этом документе сказано, что некий коллежский советник Спиранский объяснял, что Давыдов к нему пришел, он его знал. И вот, будучи за границей, он случайно встретился с губернским секретарем Сухаревым. Согласив мнение удовлетворить желание Давыдова, у Коева он потом и был с проектом в квартире номер 45 в Зиме дворце. То есть у них был какой-то проект, который его нужно было согласовать. А дальше они пошли к Сухарев, приходил с канцелярским служителем Ремезовым, но не застал его. И по оказанию его человека отправились в кафе, ресторан Борреля в доме Руадзе, где нашли Давыдова в третьем номере с неизвестной женщиной в самом действии прелюбодеяния. Понятно, что дело, их нанимали за бабки. Дом Руадзе это, кстати, ну, судя по всему, этот Героклуб у нас на Рубенштейн 13, он так назывался. То есть вы приходите в кафе, где есть отдельный номер, это я отдельно потом буду рассказывать, вот эти рестораны с номерами и так далее. То есть это как нужно было, они что туда, ворвались как-то или вскрыли дверь. Ну вот на основе этого непосредственно получил развод и Давыдов с Арбельяне развелись и Борятинский на ней женился. Потом он от дел отошел, хотя ему подарили за покорение Кавказа лично Александр II золотую саблю с изумрудным бриллиантом с надписью «В память покорения Кавказа». Но что интересное, я хочу прибегнуть вот к этой книжке. Здесь, во-первых, уже в конце приводятся с начала данные начала XX века, некий известный военный историк Колю Бакин перевел с французского языка и опубликовал в русской старине в X-XI-XI-XI-XI-XI-XI-XI-XI-XI-XI-XI-XI-XI-XI-XI-XI. с обширными комментариями мемуара о походе в Даргу. Это Даргенская операция небезызвестная, которую написал Константин Константинович Бенкендорф, брат Бенкендорфа, который организовал третье отделение. Небольшим тиражом они были изданы в Париже на французском языке. Бенкендорф прошел всю Даргенскую Эскведицию от начала до конца. И вот потом они были приведены на русский язык, и там сказано было, что в целом он считал, что главная причина неудачи русской армии на Кавказе это вмешательство Петербурга, составление планов компании управления армией столицей, тогда как успех дела войны, говоря языком Суворова, требует единства власти и полной мочи избранному полководцу. Но что по отношению к Кавказу вполне осуществилось только при князе Борятинском. То есть уже в начале 20 века понимали его роль. Ну и наконец, вот это мой любимый абзац, очень важный на самом деле, за что я вот эту книжку хвалю. Разумеется, читая архивные документы, перечитывая воспоминания участников Кавказской войны, мы неизбежно примеряем это знание к сегодняшним событиям. Ну и понятное дело. И становится очевидным, что Российской империи не удалось тогда, несмотря на гигантские усилия и тяжкие жертвы, развязать Кавказский узел. Мы видим уникальную историческую ситуацию. Закон, законсервированный на полторы сотни лет трагический для обеих страны конфликт. Многолетняя пауза, прерываемая иногда мятежами, не изменила сути ситуации. Но эта книга писалась сразу после двух чеченских войн 90-х годов. Петербург не понимал и не стремился понять внутреннюю логику поведения горцев. Такую попытку сделал, пожалуй, только князь Борятинский, что и помогло ему в начале 60-х годов завершить войну. Вуаля! То есть, все-таки, не надо. Выдающийся государственный деятель, может быть, не самый выдающийся, он, кстати, 44 года стал фельдмаршалом, между прочим. Самый молодой фельдмаршал в истории. Есть еще такая книжка, но я чуть попозже процитирую, в записке Марии Клинихи. Значит, что здесь нужно брать внимание? Вот смотрите, если мы взглянем на эту фотографию, показывающую этот зал, вы видите, вот такая тут есть ниша. Эта ниша, она вот здесь, вот она. Сейчас она заделана, это вообще даже дверь. А раньше это была сцена. Здесь ставились домашние спектакли в эпоху Ольги Александровны. Часть, соответственно, этой ниши, вместе с этим камином видна. Обратите внимание, какая люстра, боже! Это же просто! И на что еще нужно обратить внимание? Видите, фактура потолка выделяется. Потому что, если сейчас мы посмотрим на эту фактуру, то мы увидим, что она не такого же света, как потолок. Она вся была посеребрена. То есть, вы представляете, какой эффект возникал у вас, когда вы входили сюда. Ну и если мы, допустим, посмотрим на этот камин, то мы увидим на нем атрибуты искусств. То есть музыкальные инструменты, бубен, всевозможные духовые инструменты, нотный лист. Где вы еще, в Петербурге, встретите камин с дудками и бублом, и с нотами. Ну, потому что это такой функционализм а-ля рококо. То есть показано, что здесь происходило. За счет вот этих вот зеркал увеличивается пространство, понятное дело. Ну и вот на этих спектаклях, я уже забегая вперед, могу сказать, что лично играла Ольга Александровна. Телековский, директор императорских театров, он вспоминал, что... Семен Семенович, вот, собственно, там занавеси даже изображены. Ольга Александровна, когда здесь играла в спектаклях, у нее был русский язык с английским акцентом. Ну, понятно, ее воспитывала англичанка. И вообще, тогда англомания была в моде, почитайте, Набокова. Вот, видите, сцена, занавес. Тоже занавес такой, в стиле пасторалей французских, да, ну, прям, какую-нибудь бушее. И вот, видите, тоже, как она была отделана. И она играла крестьянку, и ей говорили, ну, то есть, чтобы играть крестьянку, нужно что? Нужно как-то вести себя по-крестьянски. Что для этого нужно? Нужно постоянно сморкаться. Вот она постоянно сморкалась. Значит, Мария Клин-Михеля. Эту книжку я буду цитировать, когда мы будем гулять по Каменному острову. Ну, там основная тема будет тоже и Бандитский Петербург, в том числе. Но там есть дача Марии Клин-Михеля рядом с Каменно-Островским театром. И здесь она тоже, во-первых, высказывается и по поводу непосредственно героя нашего предыдущего рассказа Борятинского, но здесь уже идет речь про брата Александра Ивановича Борятинского, Владимира Ивановича. Дело в том, что Борятинского Александра пытались постоянно женить. Причем в этом участвовала даже императрица Столыпиной. А он не хотел. Причем он был очень богатый. Ему принадлежал майорат. Майорат – это, короче, все движимое и недвижимое учество, так называемое. И он этот майорат подарил своему брату. Причем, как он это сделал? Он завещание, ну в смысле документы повесил на елку рождественского подарка. И все. И типа опростился. Начал, кстати, ходить с такой палочкой после ранения, чтобы от него все отвалили, чтобы он не самый завидный теперь жених. И Владимир Александрович был женат, естественно. его брат и у его жены была кличка Бетси. И у этой Бетси тогдашняя императрица Мария Александровна имела пять придворных дам. Ну и дальше она перечисляет. Младшими придворными дам были княжина Мещерская и мадемуазель Саша Жуковская. Обе дочери писателей. Ну, Мещерская была дочерью Элима Мещерского менее известной, ну а Жуковская, понятно, Александра Жуковский, который был вообще-то воспитателем Александра II. Связывающим звеном между Марией Мещерской и мной был дом княгини Бетси Борятинской. Вот этот вот самый дом, в котором мы сейчас с вами пребываем, где мы постоянно встречались. Ее старший брат, фельдмаршал, князь Александр, близкий друг Александра II, был назначен наместником на Кавказ. Журналисты в то время приписывали ему, помимо его личной храбрости, стратегический талант, и он считался прекрасным администратором. Это к вопросу о том, что вот, а те люди пишут, что он при жизни никем не считался, значит, великим администратором. Так вот, здесь разыгралась еще одна печальная история. Дело в том, что об этом сказано уже подробно в другой книжке, которую я покажу, но не буду просто ее подробно цитировать, расскажу своими словами. Вы видите, такой совершили круг почеты. Мы опять оказываемся здесь. Мария Мещерская, которая была очень такими печальными глазами. Тут есть, кстати, по-моему, где-то описание ее. Обе придворные дамы, блондинка и брюнетка, внушили великим мира сего глубокую страсть. Блондинка великому князю Алексею, брюнетка наследнику будущему императору Александру III. В Марию Ильимовну Мещерскую влюбился Саша. Вкратце напомню, что у Александра III был старший брат Николай Никс, который должен был, собственно, наследовать, но он умер в Ницце. И тогда Александра III начали готовить к трону, к чему он был откровенно не готов. И вот в этой книжке прекрасной историка Баханова, это наш такой просто апологет монархических всевозможных тем. Давайте я вот сюда присяду. Оператор постоит. Ничего страшного, ему не привыкать. Ой, хорошо-то как? Вот я так езди вокруг меня. Я буду сидеть и так... Мы создаем динамичную картинку в кадре. Держим внимание зрителей наших. У Баханова есть книжка про Александра III, где, ну, я не знаю, просто ангел во плоти. Самый лучший правитель России ever. Ну, на Александра III, надо сказать, справедливости ради в советское время действительно навесили многих собак, но уж прямо вот рыцарь без страха и упрека, но это извините. Самое главное, что он там писал, что он был вообще трезвенник и язвенник. Здесь есть глава, которая называется «Милая Дусенька». Дусенька – это так он называл непосредственно вот эту Марию Мещерскую. Он с ней познакомился у матери, но вообще это была всегда проблема. Вот эти фрейлины, они же, во-первых, должны быть обязательно не замужними. Это было главное требование. И в какой-то момент их начали пытаться брать некрасивых. Вот Анна Федоровна Тючева писала, что она была некрасивая, поэтому ее и взяли. Хотя смотришь на фотографию, но не скажешь, что она прям, ну, извините, никакая. Вот. И он ее встретил. Сегодня опять несчастный день. Не виделся совсем с М.Э. М.Э – это Мария Элимовна. Он ее встретил, и дальше у них реально, ну, сначала завелся такой кратковременный роман. И я ее не на шутку люблю. И если бы был свободным человеком, то непременно бы женился. И уверен, что она была бы совершенно согласна. Короче. Никс-то умер, но у него осталась невеста принцесса Дагмардацкая. Ну и родители Саши. Давай ему говори, типа, Саша, ну, возьми по наследству невесту. Хорошая девочка. Ну и Саша вроде как да, а вроде как вот и нет. И в какой-то момент, особенно когда к ней, к Мещерской посвятался князь Витгенштейн, он вроде согласился, вот. Но потом приходит к Александру Второму, к своему бате, и говорит, папа, все, я люблю Мещерскую, я отказываюсь от трона, и никуда я не поеду ни в какую данию. Александр Второй вскипел, начал на него буквально орать. Что ты думаешь, что я по доброй воле на своем месте? Разве так ты должен смотреть на свое призвание? Знай, что я сначала говорил с тобой как с другом, а теперь я тебе приказываю ехать в Данию, и ты поедешь, а княжну Мещерскую я отошлю. Вуаля, такие страсти. Ну и, в общем, он тоже опять вроде как успокоился. И вот он идет... Ну, они же очень любили в Царском селе жить. Для Николая Второго это вообще была любимая резиденция. Сейчас вот Александровский дворец отреставрировали, сделали. И вот он идет по соединяющему крылу Большого дворца и Сарско-сельского лицея, и встречает эту Мещерскую. То, о чем он мечтал и грезил в своих вспоминаниях, сбылось. Желанное МЭ в его объятиях. Короче, они обнялись, поцеловались, и у него опять, короче, крыша поехала. Но быстро поцветились, Мещерскую отправили во Францию, где она встретила Павла Павловича Демидова. Вспоминаем нашу экскурсию на Большой морской. Это сын непосредственно Демидовой и Авроры Карловны Шарнваль. Отец у него умер. Павел Павлович Демидов в итоге женится на Марии Мещерской. И она умирает, родив ребенка в 24 года. То есть я рассказывал, что Аврора Шарнваль похоронила всех своих родственников. Вот даже невестку свою она тоже похоронила. Но надо забежать вперед. Демидов тоже, к сожалению, скончался. Вуаля! Такая вот грустная история. Сам Владимир Иванович Борятинский, он пытался привести в порядок кавалергарский полк. Потому что... Ну... Куда я дал? Вон телефон. Я даже здесь умудряюсь потерять. Потому что, допустим, был такой прекрасный случай. 7 мая 1965 года встретим эскадроме беспорядок по внутреннему управлению. Что за беспорядок? Эскадрон ночью был выведен самовольно командиром по тревоге. Причем некоторые пешие офицеры вскочили на коров, попавшихся им по дороге на Царицын Лук. Царицын Лук это нынешнее Марсовое поле. То есть они туда, на верхом, на коровах прискакали к кавалергарду. Ну, прикиньте. Я могу представить себе это зрелище. Ну, если их там с детства учили, беседил на лошадях, что им с коровой-то не справиться. Рога берешь и понеслась. Ну и, в общем, да, он приструнил этот кавалергардский полк. У них с его вот этой Бетси, у них был один единственный сын Александр Борятинский, который тоже отличился. Значит, это была эпоха, когда следствие, ну, во-первых, реформ, а во-вторых, Александр III, как вы знаете, он первый царь, который на себя вот эту кубанку, сапоги, шаровары, борода, вот это все. И новая форма по всей армии, в том числе у гвардейских полков. И этот Александр, это мы уже знаем из воспоминаний Игнатия, он вот это 50 лет в строю, наш красный генерал. Под лозунгом самодержавия и народность наступил период упрощения и русификации, выразившейся в армии видением новой формы. Мундиров в виде полукафтанов, цветных кушаков, барашковых шапок, шароваров и так далее. На первом придворном приеме, когда все начальники, числившиеся в свите, должны были быть в новой свитской форме, командир конной гвардии князь Борятинский, ну, имеется в виду Александр Борятинский, сын Владимира, появился в мундире полка, то есть не в предыдущем мундире, а на полученное от министра два раза замечание ответил, что мужицкой формы он носить не намерен. В результате ему пришлось провести остаток жизни в Париже. Но надо сказать, что он очень много путешествовал. Более того, он был, оказывается, в том самом путешествии, когда Ники и Джорджи оказались в Японии. И вот у меня в книге про первое время русско-японской войны сказано про этот инцидент в отцу, когда Ники досталась палкой по голове от какого-то японского сумасшедшего. У него была жена Орлова-Денисова, и вот супруга у него, ну, как-то, знаете, тоже не отличалась особой верностью. И к ней подкатывал, допустим, Николай Михайлович. И воспоминания Хламсдорфа, это книжка 1934 года, изданная в Москве, кстати, он был министром иностранных дел. И там есть такие слова. Эту книгу можно скачать в интернете, она есть в PDF формате. У великой княгини Ольги Федоровны это жена великого князя Михаила Николаевича, это сын Николая I. Перед ее отъездом до 6 марта в Крым. Он сидит. Великая княгиня много говорила о женибе своего сына, который ее чрезвычайно огорчает. Судя по всему, речь идет о женизме, наверное, Сандро, о великой княгине Ксении Александровне. Между прочим, она замечает, что ее сын оправдывает свое намерение жениться, говоря, я нравственный. Причем ее императорское высочество добавляет, что нарушить слово и т.п. считает безнравственным. Ну, скорее всего, да, потому что другой брак они не могли оформить, одобрить. Ее терпимость в этом отношении, пожалуй, слишком велика. Говорят, что великая княгиня радуется связи своего старшего сына, имеется в виду Николай Михайлович. Это будущий историк, написавший совершенно потрясающую монографию про Александра I и потом в 18-м году расстрелянный в Петропавловской крепости. С княгиней Нелли Борятинской. Нелли Борятинская, это уже не Бетти, а Нелли, это уже жена Александра Владимировича Борятинского. И думает, что город достаточно велик, чтобы поставлять безопасных любовниц и остальным ее сыновьям. Как им такое? Безопасных любовниц. Безопасных любовниц имеется в виду, что она уже замужем, соответственно, не грозит то, что он будет на ней жениться. Ну, а во-вторых, она княгиня, то есть не девка из-под заборной. Но это вот к вопросу об этом великосветском лоске и т.д. и т.п. Ну что, давайте мы с вами... Что мы сделаем? Так, мы сделаем вот что. Мы сейчас, наверное, поскольку мы уже про Борятинских рассказали, дальше у нас будет еще один небольшой рассказ про Лихтенбергских и потом Ольгу Александровну. Но об этом я предлагаю сделать здесь маленький монтаж. Мы с вами переместимся на улицу. Но прежде чем это сделать, я вам хочу показать кое-какие творения Гарольда Босса, человека, по проекту которого здесь были построены, сделаны... Ну, сохранилось два интерьера конкретно. Ну, во-первых, дом Пашковых на Литейном проспекте, где, я надеюсь, мы рано или поздно окажемся. Возможность такая есть. Вот это как раз, допустим, это у нас особняк Закревского. Это кочубей на Коногвардейском бульваре. Как фасад он известен, вы его прекрасно знаете, по фигуркам вот этих вот мавров. Одного из которого, кстати, в какой-то момент свистнули. Вот этот дом Бутурлиной, он стоит на улице Чайковского, на той же самой, на которой мы сейчас находимся, только в створе Моховой улицы. Его недавно отреставрировали, он сейчас просто божественный, снова фасадом. Вот эта знаменка, это усадьба Петра Николаевича, об этом мы сейчас поговорим. Сына уже Николая Николаевича Старшего. А эта Михайловка, это как раз дворец, принадлежавший Николаю Николаевичу младшему. А вот это вот, это то, что сейчас является собой ДК-связи. Это на стыке, получается, у нас Мойки и Большой Борской улицы, рядом с дворцом Несуповых. Ну так, просто немножко, чтобы вас в контекст вести. Ну а теперь, и мы перемещаемся Outdoor. Счастье какое, пока мы были во дворце, прикиньте, дождь прошел, да. Ну, возможно, он еще покапает. Ну, камера, благо, в этот раз не моя. Хо-хо-хо-хо. Ну ладно, сколько времени ты на мою снимал, вспомнил. Да? Да. И на мой став. Да. Но, после того, как Владимир Иванович, Иванович Борятинский умер, этот дворец выкупило императорское ведомство. Для чего? Для того, чтобы поселить сюда Георгия Максимилиановича Лехтенбергского. Георгий Максимилианович Лехтенбергский был братом Евгения и Николая, сыном, естественно, Максимилиана Лехтенбергского и великой княгиней Марии Николаевны, дочери Николая I. Который, кстати, подкатывал и Борятинский. Точнее, Борятинский подкатывал и к ней. Для чего мы зашли сюда? Это внутренний двор особняка Борятинских. Вот здесь раньше располагались конюшни непосредственно. Отсюда выезжали экипажи, которые обслуживали нужды этих замечательных людей. Вообще, все три сына великой княгинии Марии Николаевны, они прям огнище. Николай Лехтенбергский, он ухлёстывал за Акинфиевой. Это была отдельная история, она есть у меня в рубрике «Романы без соплей». И Евгений Лехтенбергский, он вместе с Зинкой Скобелевой и с Алексеем Александровичем, которого прозвали князь Сусимский, занимался тем, что назывался «Менаж Атхуа», то есть они жили втроём. Забегая вперёд, могу сказать, что примерно так же жил потом Пётр Александрович Льденбергский с его женой Ольгой Александровной и с её на тот момент любовником Куликовским, будущим мужем вторым. И случилось так, что Пётр Николаевич, сын Николая Николаевича Старшего, женился на милиции Черногорской. А у неё была сестра Станислава, которую у нас прозвали Анастасией или просто Стана. И вот эта Стана, ну то есть сестра её вышла замуж, причём сестра её считала себя дико умной, и самое главное, она очень сильно увлекалась мистикой, оккультными науками, вот всем вот этим вот этим, спиритизмом. Именно они, Пётр Николаевич и милиция, познакомились в Лионе с неким Филиппом, учеником Папюса, сюда ещё зайдём, чтобы покатить это крыло, и пригласили его в Россию, потому что он был и медиум, ну короче экстрасенс, по-современному говоря, и после общения с ним наступало умиротворение. Они познакомили его с царской щитой, и надо сказать, что и на Александра Фёдоровна, и на Николая Второй он произвёл совершенно неизгладимое впечатление, и вошёл к ним в доверие, это ещё до Распутина было, даже предрёг Александра Фёдоровна разделение наследника, но увы и ах, это была ложная беременность. Пётр Николаевич, после того, как по велению Николая Второго и этого Филиппа сделали членом нашей Российской Академии, поехал во Францию и упрашивал президента Французской Республики Лубе, чтобы этому Филиппу выдали сертификат, что он состоит членом и Французской Академии. На задачу президента Французской Академии сказал, что у нас для этого экзамены надо сдавать. Вот здесь тоже, видите, стена какая, ради этого мы сюда зашли. Ну и, конечно же, милиция не хотела разлучаться со своей сестрой, и она сказала, что вот выдать бы её замуж. А на тот момент как раз Георгий Лихтенбергский, он до этого был женат на Терезии Альденбургской. Терезия Альденбургская была дочерью Петра Георгиевича Альденбургского, внучкой Георгия Петровича Альденбургского. Георгий Петрович Альденбургский был мужем Анны Павловной, соответственно, дочерью Павла Первого, сестрой Александра Первого. То есть всё очень просто, как вы видите, да, совершенно невозможно запутаться в них. Сюда перейдём. Вот этот вот дом весь был выкуплен для нужд уже Ольги Александровны и её супруга Куликовского. Забегай вперёд, мы сейчас туда пойдём, во двор. До конца парковки осталось 10 минут, ну ладно, потерпим. Ну и Александр Третий, да, и вот эта Терезия Альденбургская, она скончалась в молодом возрасте. Как писал госсекретарь Половцов, это была последняя из приличных лихтенбургских. Вообще он самого Георгия Лихтенбургского называл просто откровенно дураком и чванливым человеком. Ну и он остался вдовцом. И Александр Третий такой бах, принц на выданье, ну и насильно женил его на этой Анастасии, хотя тот этого не желал. Вот здесь у меня начинаются такие вот уступами идут. Это не так часто встречаются такие фигурные закутки счастья. В итоге счастья не было, закутки счастья и счастья не было в семье Георгия Лихтенбургского, хотя у них двое детей было. Ну и в общем он предпочитал проводить время в Париже, посещая кокоток различных. А у Петра Николаевича был старший брат Николай Николаевич младший, Николаша, да? Отца, их звали дядя Низия Николай Николаевич старший, а его звали Николаш, Николай Николаевич младший. И вот он, соответственно, начал встречаться с этой станой, чему очень радовалась милиция. Ну и... Боже, какие здесь звуки! Мое слабое сердце чуть не выдержало этого. Ай-яй-яй! Естественно, сестра хотела, чтобы Стана развелась с Георгием Лихтенбургским и вышла замуж за Николашу. Для этого они начали распускать слухи о том, что Георгий Лихтенбургский импотент. Почему? Потому что это было еще одно возможное условие для расторжения брака. Того это взбесило, тем более его взбесило вдвойне, потому что до этого он распускал слухи, что он ездит на кутежи в Париж. А теперь, оказывается, он ездит на кутежи в Париж и не знает, что он там делает. Но редкий случай, но Николай II пошел навстречу им, потому что на тот момент, а это были ближайшие подружки его жены Александра Федоровна, у которых друзей-то в принципе не было. Смотрите, какая красивая щель! Великулепная. Во всех отношениях. Ну и в общем их поженили. Супруге было 40, жених у Палтоса. Но надо сказать, что именно эти замечательные люди познакомили царскую черту и с Распутиным. Они его нашли в Киеве, потом приволокли сюда, ну и есть запись в дневнике у Ники, что вот ездил пить чай, познакомился с Человеком Божьим Распутиным, как раз на одной из петергофских дач, не принадлежавших этим прекрасным людям. А потом Александра Федоровна дико разругалась с этими замечательными женщинами, которых Сергеевич Вито называл пауками, их называли ссылой-харидой. Ну и вообще они тянули бабки и старались через Распутина влиять на политику, что и раскусило Александра Федоровна, и в 1909 году началось их охлаждение. И интересно, что вот эти вот девицы вместе с Николаем Николаевичем Старшим, которые сначала были такими активными сторонницами Распутина, они в итоге стали закоренелыми врагами и начали распускать слухи о том, что он чуть ли тоже не с Алисой спит. А это было в пандан пропаганде революционной, потому что она занималась тем же самым. Так что этот дворец, который принадлежал Георгию Лихтенбергскому, опять-таки, на счастье никому не принес. Ну и, наконец, уже после этого он достался Ольге Александровне, самой младшей дочери Николая Второго. Она была парфирородной. Парфирородные дети, ну это как Константин Николаевич, например, сын Николая Первого. Извините, Константин Александрович. Да, сын Константин Николаевич, сын Николая Первого, правильно. Видите, здесь тоже остатки былой роскоши. 101 раз пушка стреляет в тот момент, когда рождается парфирородный именно ребенок. Надо сказать, что Ольга Александровна оставила прекрасные воспоминания, записанные ее секретарем. Это было уже в Канаде. И мне очень нравятся некоторые моменты, с этим связанные, как, например, откуда это все, я же это все удалял. Младенец, вот оно и удалилось. Младенец, окрещенный Ольгой, был деликатного телосложения. Что значит деликатное телосложение, друзья мои? Очень интересные подробности, например, как их воспитывали. Их были очень строгие завтраки, каша овсяная, холодные ванны и много свежего воздуха. Она, в общем, была близка со своим братом Михаилом Александровичем, о котором я отдельно расскажу, когда мы окажемся во дворце его на английской набережной. Ну и вообще у меня будет серия романов без соплей. Кстати, Семен Семенович, мы же не показали Вензе Ольге Александровне на оборотах, что мы сейчас и сделаем. А то слона-то ей не приметила. Вот. Ну и, в общем, у нее было достаточно счастливое детство. Она была любимым ребенком Александра Третьего вместе с Мишенькой. Надо сказать, что с матерью отношения были холодные, достаточно. Вот. Ну и все отмечали, что она не была красавицей. И когда встал вопрос о ее женитьбе, ее практически насильно выдали замуж за Петра Александровича Льденбургского. А была проблемка, связанная с тем, что... Вот, видите, ОА. Ольга Александровна. Смотрю вас, очень нравится. Спасибо, спасибо, спасибо. Благодаря вам. По особам посмотрел на город. Обычно мы здесь работаем, в этом здании. И я надеюсь, что вы много интересного расскажете. О, да, вы там очень много интересного узнаете. Как раз сейчас снимаем. Да, будем ждать. Да, спасибо, 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 да. Так. Да, он был, во-первых, у него была одна напламенная страсть, это карты. Ну и плюс он был не совсем правильной сексуальной ориентацией. Собственно, как и процитированный Ной Ламсдорф, у которого Суворин, наш издатель, откровенно в этом обвинял. И Ольга Александровна, она писала, что первую ночь она провела одна мрачную, потому что он отправился в картежный клуб, ну и потом призналась, что мы так и не стали мужем и женой. Ну, то есть, короче, мы так и... Он так свой супружеский долг и не исполнил, по-простому говоря. Такая вот печаль. Более того, у нее после свадьбы, она пишет в своих воспоминаниях, что началась депрессия, из-за чего у нее стали выпадать волосы. Для этого ей пришлось носить парик. Представляете, вот даже такие бывают проявления. Ну и как-то на смотре в Павловске она познакомилась с одним из бравых гусар Куликовским, влюбилась в него. И у Жоржа Санд есть такой роман, экранизированный, я тут недавно смотрел, «Лебо миссио де Боадоре», «Хорошие господа из Боадоре». И там есть такая, это вот, хотите, знаете, вот это все, вот, секс-дуэли, там как бы, о боже, сударыня, что вы мне, предательство, интриги, вот это как раз оно. И там есть такой момент, когда, значит, тоже овдовевшая красавица вдруг говорит полюбившему ее аристократу, что, да, я согласен выйти за вас замуж, но вы должны ждать 7 лет. И вот Петр Александрович Шельденбургский тоже сказал, подожди 7 лет. Ну, типа, этот развод будет очень страшен для моей репутации. И он сделал Куликовского своим эдитантом и поселил его здесь. И они жили втроем, прикиньте, под одной крышей. И была такая ситуация, что если бы, допустим, у Ольги Александровны родился бы сын, он бы был, понятно, от кого, но он бы был бальденбургским, а не Куликовским. Ну, вот. И в итоге развод они смогли получить уже только в канун революции. Началась Первая мировая война. Ольга Александровна специально отправилась в тот же полк Ахтырский, в котором служил ее будущий муж. Работал медсестрой, причем сталкивалась со всеми негативными вещами. Ну, например, она писала, что один раз, значит, мыли раненого, и Денчик забыл снять его Т-образную повязку. Ну, и, в общем, все осталось. Короче, он описывался, окакался, все, надо было опять заново начинать. Плюс она один раз, ну, реально не покинула поле боя, фактически, во время артобстрела, и получил за это крест, которому ей лично вручал Маннергейн. Понятно, да? Этот наш злополучный Маннергейн. Вот. Они эмигрировали достаточно спокойно относительно всех остальных. жили в Дании. У них еще здесь родились дети, значит, одного звали Гурий, второго Тихон. Там в Дании они оба женились. И почему они в Дании поехали? Потому что там была в душе императрица Мария Федоровна, ну, она принцесса датская. И жили они там до конца Великой 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 Войны, после того, как Советский Союз выставил ультиматум Дании, что, типа, у них находится предатель родины Великой Княгине, сестра последнего царя, выдайте ее. И они пришли с вами играть в Канаду. И там они продали свой особняк за 14 тысяч крон, это почти 2 миллиона долларов по ночным деньгам, и купили там ферму. И она там на этой ферме занималась козочками, свинками, коровками. Особенно ей нравился птичник. Она птицами очень любила заниматься. Но жены развелись с детьми, дети уехали, они остались со своим мужем и с верной служанкой Минкой. Под конец вообще была очень жесткая история. У них были какие-то драгоценности, особенно там такое кольцо с сапфиром размером с вишневым вокруг алмаза. И они хранили не в сейфе, а в портфеле, который стоял у нее буквально возле кресла. Они думали, что таким образом никто не догадается, что там есть драгоценности. Но украли, нашли портфель пустой. В полиции говорили, что кто-то из своих, но кто. И она увлекалась живописью. Некоторые картины я вам подставлю. И очень хорошо эти картины продавала. И они ее кормили достаточно неплохо. Помогали финансово. Ей нравился вообще этот простой стиль. Она очень любила официоз. Поэтому я ей говорю, что в принципе она обрела то, о чем она мечтала всю жизнь. И что она вряд ли обрела бы, если бы этот царствующий дом остался бы у власти. Потому что вот этот дурацкий этикет, он, конечно, ну, очень жесткий. Для людей, которые не любят какие-то условности. Так получилось, что она даже ухаживала потом за своей вот этой минкой, служанкой. Умер ее супруг сначала. Ну, а потом умерла и она в 1960 году. Причем успела увидеться с английской королевой Елизаветой. Специально та приехала на два дня в Торонто и хотела увидеться, значит, с ней. Потому что все знали про великую княгиню. Ей там на каждый праздник мешки писем приносили. И ее все убеждали, надо как-то одеться специально. Она говорила, господи, сколько суеты из-за того, чтобы увидеться с Лизой и Филиппом. То есть она вот что... Для нее это были Лиза и Филипп, которых она помнила еще и вот таким. Ту-пяти-пяти-пяти. И она скончалась, прожив в принципе вот такую достаточно интересную жизнь под занавес. Ей пришлось столкнуться с тем, что к ней приходили две молодые женщины и говорили, что они Анастасия. Она говорит, о, тетя Ольга Александровна! Боже, как хорошо! Но она, естественно, не опознала ни одну из них, поэтому эти Анастасии так и остались самозванками. Вот такая, друзья мои, ну, даже не история, а набор историй в нашем городке. Друзья мои, под занавес, по традиции. Во-первых, хочу сказать, что вы по-прежнему можете легко и непринужденно посетить экскурсии проекта «Открытый город». Что для этого нужно, я уже сказал. Напомню вам, просто регистрируйтесь на сайте, который вы найдете в описании под этим видео и смотрите, выбирая понравившиеся экскурсии и ходите. Это раз. Во-вторых, что касается моих мероприятий, ну, мои экскурсии сейчас идут уже совсем поменьше, чем обычно, да, но, тем не менее, я их провожу. Более того, сейчас как раз тот этап, когда я начинаю какие-то новые маршруты накидывать, там вот, по кладбищу вдруг начал опять водить, потому что толпу по кладбищу не поводишь, а, так, человек 10-15 – самое то. Дальше, естественно, будет очередной заезд в Москву в декабре обязательно. Ну, и, конечно же, литературка, да, напоминаю вам, что книга про пиар во время русско-японской войны, и вот сегодня он как раз заезжал в один замечательный институт, у нас там была беседа на эту тему, и вот я сказал, что почитайте книжечку, тут вся технология рассказанная. Книга про Невский проспект именно через призму истории государства, да, очень подробно иллюстрированная и написанная, ну, и остросоциальный роман «Корень» про не только любовь, но и смерть, интриги и прочие конец 90-х, начал нулевых годов. На этом все, как раз начинается дождь, мы будем закругляться. С вами был гид Павел Перец, оставляйте комментарии вот там, увидимся, пока!